Научно-технический рэп На правах цитаты Два в шестнадцатый способов Отстрелить себе конечности Отладка дает представление о вечности Кто не умер сразу, тот уже не убиваем Пятнадцать лет стаж И мой папа стал джедаем Это известная песенка Про язык Си Действительно Многие не любят Си За большие проблемы При работе с памятью Но сам язык Си В этом не виноват Просто он не делает ничего лишнего И снимает с себя ответственность Когда вы работаете с динамической памятью Программист сам отвечает За тот момент, когда память Выделять, когда освобождать И чаще всего Встречаются две ошибки Их можно, скажем так, расклассифицировать Первые ошибки Это ошибки Сегментation fold Чем они характерны? Ошибка сегментации Это ошибки При которых во время выполнения программы Во время выполнения программы происходит обращение К недоступному сегменту памяти К какому-то постороннему Операционная система реагирует быстро Мгновенно процесс снимается С исполнения Пользователь видит Вот это окошко Программа Не то, что не отвечает А снято с выполнения сразу И, конечно же, это критично Но, по крайней мере, вы видите Этот момент сразу Иногда бывает действительно Трудно отладиться И понять, в чем же проблема Потому что иногда Эти ошибки возникают Слабо предсказуемо Второй тип ошибок При работе с памятью Это memory leak Или утечка памяти Говорят еще Память течет Эти ошибки не такие критичные Потому что программа Не вылетает сразу Но она начинает выделять И выделять И выделять память И вот она где-то теряется И трудно найти это место Что же В чем же проблема На самом деле И проблема этих ошибок И проблема вот этих ошибок Это проблема ответственности Программист не понимает И не может конкретизировать Какой именно участок программы Отвечает за данный участок памяти За каждый конкретный Но, тем не менее Давайте посмотрим на примеры ошибок Для начала Segmentation Fold Итак, вот программный код В котором Во-первых, у нас используется Неинициализированный указатель Вот мы его создаем И тут же его используем И сразу же получаем по башке Сейчас еще секундочку И segmentation Fold Программа Has stopped working Close the program Ну все Кранты в программе Вот это место Надо сказать, что компилятор Достаточно умный Чтобы предупредить нас Он вот тыкает сюда И говорит P Неинициализированный При этом используется То есть он осознает Что разыменование То же использование Да, а неинициализированное значение Лучше не пользоваться Да, хорошо, что мы включили Все ворнинги И мы их видим Да Но допустим Мы сейчас вот это Закомментируем Ну вот тут Вроде бы все в порядке Неа Не все в порядке Потому что здесь Мы по-прежнему Передаем Внутрь функции Неинициализированный Указатель Неинициализированный Адрес И все бы ничего Если бы внутри функции Этот адрес Не был использован По назначению А именно Разаменован Надо сказать Что вот эта функция Она имеет Потенциальный Сегментation Fold Как раз в том Что она абсолютно Не берет на себя Ответственность За корректность Вот этого адреса Адреса Пойнтер Должна ли функция Принимать на себя Контроль Или нет Это такой вопрос Вопрос контракта По-хорошему Наверное Такая дуракоустойчивая Функция Должна контролировать А вдруг ей пользователь Даст Неинициализированный Указатель А как она это Определит У нее нет Такой возможности С чем она Его будет сравнивать Чтобы хотя бы Возможность У нее появилась Нам нужно Закладывать В указатель Специальную Константу Нул Когда будете Работать В C++ Нул ПТР Эта константа Существует Специально Для того Чтобы указатель Имел какое-то Значение Такое специальное Никуда А вот Указатель указывает В никуда Такой указатель Нельзя разыменовывать Это предсказуемый Сегментation Fold Вот Но мы По крайней мере Можем Внутри функции В которую придет Вот такой указатель Проверить И спросить Если Собственно Этот самый Пойнтер Он равен Нул ПТР Вы уже понимаете Почему я Константу Пишу слева Переменную Справа Чтобы случайно Не допустить Вот такой ошибки Так Компилятор Будет мне Союзником Он предупредит Что в константу Нельзя присваивать Так вот Но тут тоже Такой вопрос Ну хорошо Вот я Внутри функции Определил Что мне Дали Вместо Пойнтера Нул И что мне Делать Ну я могу Знаете Наверное Вывести сюда Диагностику Некоторую Вывести Диагностику Ну и плюнуть Выйти из этой функции В принципе Для проверки Контракта Ну не знаю Какой-нибудь Экзит Ну а что еще Я могу сделать Если конечно же Я уверен Что ничего страшного Просто нужно выйти То наверное Я могу сделать Return Молча Но я не уверен Что это лучший способ То есть Такое молчаливое Проскакивание Ну в данном случае Это шучеб Например Тут вообще Непонятно Что нужно Вот Но Одним из Лучших способов Проверки контракта Контрактов Является Использование Assert Это Специальный Макрос Который Прописан В библиотеке Assert И мы Можем его Вызвать Соответственно Assert И вот тут Параметр Все Вот И если Вдруг Это случается То он У нас Опа Что-то Он Не это А Я должен Наоборот Проверить Что он Не нул Я же Утверждаю Проверяю Утверждение Вот На самом деле Даже можно Вот так Просто Assert Pointer Потому что Нул Является Как раз Ложью Нул Это ложь Любые остальные Указатели Это Не ложь То есть Я вот таким Образом Смогу Увидеть Этот Assert Видите Assertion Failed Pointer Он Прямо Показал Что Именно Не так Вот Ну и Говорит Специальное Прерывание То есть Это Специально Останавливается Ну вот Прям Assert Позволяет Увидеть В какой Именно Строке Это Произошло Это Позволяет Помогает Нам Отладиться Вот Ну В общем Нул Желательно Конечно же Класть В указатель До тех пор Пока Реально Не нужно Его Инициализировать Так Ну и Что еще Давайте Это тоже Закомментируем Чтобы Пройти Дальше И Посмотрим На Вот Последнюю Часть Да Довольно Популярный Сегментation Fold У начинающих В чем Фишка В том Что Вы Передали Внутрь С Канфа Целое Число Неважно Инициализированное Оно Или нет Важно То Что Вот Это Вот Число Вот Это Вот Число А Ожидается Сканф Является Функция Которая Будет Изменять Она Ждет Ин Звездочку Ей Нужен Адрес Икса А Если Мы Передадим Икс То Что Произойдет Вот Он Ждет От Нас Давай Вводи Говорит Вводи Мы Вводим Что Нибудь А В Какой Адрес Памяти Он Это Дело Положит Какой То Число 100 Он Будет Пытаться Интерпретировать Внутри Как Некий Адрес Какой Указатель И Попытаться Записать Ну Понятно Все До Свидания Вот Ну Вот Сегментейшн Фолк Мы С вами Познакомились Теперь Давайте Посмотрим На Memory leak На Утечки Памяти Во первых Давайте посмотрим Вызов Безответственной Функции Я написал Специально Безответственную Функцию Давайте Посмотрим Безответственную Функцию Которая Делает Дубликат Массива Да Она Делает Дубликат Массива Его Можно Получить По Указателю Она Возвращает Указатель На Начало Этого Массива Она Выделяет Память Под него Память Нужного Размера Вот Мы Указываем Ей Собственно Адрес Начало Массива Из Которого Мы Будем Тащить Числа Да И Размер Его Мы Дальше Берем Выделяем Память Да Дальше Мы В этот Б Перекачиваем Содержимое А Да Ну и Возвращаем Его В качестве Результата Все Прекрасно Но Эта Функция Она Опасна Потому Что Она Не Отвечает За Эту Память Она Выделяет Ее И Выбрасывает Зона Ответственности Оказывается Не Тут А У Того Кто Вызвал Эту Функцию То есть На самом Деле Ее Название Хорошо Должно Кричать О том Что Она Выделяет Память Аллоцирует Память А здесь Это название Как-то Ну Дубликат Не факт Что это Что-то Означает В общем Надо Аккуратно Ну В общем С функциями Которые Возвращают Указатели Будьте Осторожны Проверяйте Их Я Столкнулся С Такой Ситуацией В Реальной Работе С Стандартной Функцией Стрдуп Оказалось Что Это Стандартная Функция Стрдуп Делает С Массивом Символов А строки В языке Се Это Массивы Символов То есть Указатель На символ Указатель На чар Я В него Кладу Адрес Начало Этого Литерала А Месседж Делаю Дубликат Этого Hello Так вот Стрдуп Он Посчитает Длину Вот этого Слова Выделит Соответствующее Количество Памяти И скопирует Туда Вот это Собственно Вот эти Символы После чего Он Снимает С себя Ответственность Стрдуп Безответственная Функция И освобождать Вот эту Память Месседж Должна Вызывающая Сторона То есть В данном Случа Функция Мейн Отвечает И за Вот это Она должна Взять Ответственность И за Адрес Который Вернется Оттуда Понятно То есть Тут не хватает Free B В тот момент Когда B Перестанет Быть Нужным Вот здесь Не хватает Free Message В тот момент Когда Message Перестанет Быть Нужным Иногда Ответственного За освобождение Довольно Трудно Найти Так Ну и Что еще Вот это Вот Место Ну не так Часто Это встречается Но хочу Чтобы вы Это тоже Увидели Здесь Выделение Памяти Происходит В цикле Освобождение Один раз После цикла То есть Очевидно Что у меня Аллокация Будет происходить Многократно Освобождение Один раз То есть Я Забываю Ну вот Давайте Запустим Всю программу Целиком Тут много Этих Вот Сообщений Ну Вы их Потом Почитаете На досуге Но самое Главное Что мы видим Что программа Успешно Выполнилась Программа Успешно Выполнилась Понимаете Проблемы Вроде бы И нет Кажется Ну зачем Освобождать Память А оказывается Проблема Очень большая Освобождать Память Нужно Обязательно Если Ваша Программа Гарантированно Будет работать Доли секунды И за эти Доли секунд Она там Ну Нахватает Память А потом Закроется Ну хорошо Но очень часто Программист Даже заранее Не предполагает Как будет Использоваться Его Написанный Им программный Код В дальнейшем И Программа Которую он ожидал Что ее будет Запускать Ну так себе Она может Выжить И прожить Десятки лет В какой-то момент Она может Что называется Быть использована На серверах И получится Что так У вас Объем памяти Да Memory От времени Будет вот так Вот подтекать То есть У вас Программа Загрузилась Например Да Вот момент Старта Программа Загрузилась Да И дальше Вот у нее Ее объем Да Она подтекает 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 И кажется Что не очень Большая проблема Но понимаете Это же Досада Когда Люди покупают Компьютер Они примерно Прикидывают Сколько Им оперативной Памяти Надо На соответствующее Количество Программ И он Вообще-то Рассчитывал На вот это А реально Она пользует Вот столько А через неделю Ваша программа Она будет Вот столько И получается Что называется Раз в неделю Ваш компьютер Придется Перегружать Вопрос Что делать Чтобы не было Ошибок Работы с памятью Первое Инициализировать Указатели Нол И по возможности Проверять Что они Не нул Перед тем Как вы будете Их использовать Вот вы приходите В функцию Посмотрите Что там лежит Второе Быть очень аккуратными Везде Где вы работаете С динамической памятью Прям продумывать И прописывать Контракты функций Контракт функций От многих вещей Спасает Если возле функции Как комментарий Вот такой заголовочный Комментарий Ясно написано Что эта функция Выделяет память И не освобождает Или что эта функция Не собирается Проверять Корректность указателя Вот То Вы должны Пользоваться С той стороны Которая Вызывает Соответствующим Образом Вообще С тех пор Как Был написан Придуман Из Икси Когда работали С памятью Вот так Вот Хардкорно Придумано Довольно много Интересных Способов Управления Памятью Первый Из них Реализован В языке Си плюс Плюс Это Так называемые Смарт Пойнтерс Они Пришли Хорошо Пришли Со стандартом 2011 Года Смарт Пойнтерс Это Такие Объекты Которые Контролируют Сколько Кто Ссылается На эту Ячейку И реально Когда она Оказывается Ненужная Вот в этот Момент она Удаляется В общем Объект Контролирующий Работу Памяти Ну конечно Как только Вступает В права Объектно-ориентированное Программирование Немножко Все замедляется Потому что Эти объекты Они начинают Думать Вникать Но это Плата За контроль Над действиями Все Ничего не контролируется И Можно Ну реально Отстрелить себе Ногу Вот Очень легко На протач Можно все Реинтерпретировать Память Пожалуйста Сделать Повоуказатель Никаких Проблем Ну В C++ Можно все То же самое Но там Часто так Не принято А в C Часто нет Другой Альтернативы Вот Второй механизм Который был Придуман Это Гарбач Гарбач Коллектор Этот механизм Не реализован В языке C++ Но реализован В таких языках Как C Sharp Ну Гарбач Коллектор Или он же Сборщик Мусора Реализован В таких языках Как C Sharp Python Язык D DLang Это продолжение C++ И Java В этих языках Вы можете Не париться По поводу Освобождения Памяти Как только Вам Реально Объект Не понадобится Этот Гарбач Коллектор Он сам Вычисляет О все Это неиспользуемый Объект Уже больше И очистил Вот Ну В общем Любить язык C Или не любить язык C Мы должны Учитывать То что Ошибки При работе С памятью Будут возникать Это действительно Один из самых Сложных Моментов Через которые Трудно Переступить Начинающему Отладка Действительно Вначале Задалбывает Ну Будьте Аккуратны Будьте Внимательны Проверяйте Сами себя Проверяйте Друг друга Помогайте Друг другу Искать Ошибки Работа С памятью Обязательно Все наладится Зато Динамическая Память И возможность Выделения Освобождения Дает Огромные Возможности По созданию Всяких Динамических Структур Всякие Динамические Списки Двоичные Деревья Поиска Какие-нибудь Перехеширующиеся Хеш Таблицы И так далее И так далее Те люди Которые Занимаются Разработкой Олимпиадных Алгоритмов Они очень Ценят Хардкордные Возможности И Хотя обычно Пишут на Си плюс Плюс Но иногда Они берут Выкидывают Все возможности Плюсов И начинают Почти На чистом Си Вдалбливать В эти вещи Чтобы выжать Максимальную Скорость Она действительно Достижима На Вот Такой Работе Когда Никакой Гарбач Коллектор Ни в какой Момент Не проснется И не начнется Внезапно Собирать Мусор Когда вы Сами Все контролируете Ну что же Нам осталось Еще Немножко Добьем Последний Урок Осталось Чуть-чуть Забыл Сказать Еще один Тип ошибок Самый Вредный Редко Встречается Когда Сегментейшн Фолд Не происходит Когда вы Обращаетесь По мусорному Указателю Но он Почему-то Оказывается Допустимым И он Указывает На какие-то Ваши Другие Данные То есть На какие-то Переменные Которые Вами Сейчас Используются И вы Буквально Что называется Ну Представьте Себе Что называется Пришли И делаете Гараж На том месте Где грядки Расположены А потом Приходите Туда же За морковкой Понимаете Когда у вас Переменные Расположены Как-нибудь Вот так Вот А вы Приходите По указателю Который Не оказался Битым К сожалению И вот Это дело Как-то Интерпретируете Или перезаписываете Чем-то Это приводит К Unpredictable Behavior Непредсказуемое Поведение Программа А это Еще Хуже Чем Предсказуемый Segmentation Fold Все К следующему Видео Продолжение следует